добрый вечер это программа персона grata и сегодня мы поговорим о модном сегодня искусстве и науке о пиаре так называемый public relations то есть по-русски мы называем связью с общественностью и для того чтобы ваша карьера была успешно удача чтобы о вас говорили писали чтобы осознавали на улицах для этого нужен хороший пиар-агент то есть хороший классный специалист у нас сегодня такой специалист есть анаит келадзе президент компании кило интерпрайсес в гостях программы персона grata она и добрый вечер спасибо за то что вы к нам пришли сегодня спасибо вам что пригласили вы такая славная женщина и я даже не представляю как вы можете сделать человека знаменитым известным я не представляю себе что после общения с вами я не смогу выйти на улицу на меня все будут показывать ведь в этом суть пиара но наверное да если эта цель преследуется то значит это суть пиара пиар на самом деле может быть разным поэтому если нет черным или белым если преследуется цель сделать знаменитым значит эта цель есть чтобы осознавали на улице чтоб вам подходили чтобы себя чувствовали селебрити подписывали сияли и гламурно да но вот посмотрите есть как бы две науки до два вида бизнеса благодаря которым мы можем стать знаменитыми известными это пиар и реклама я заплатил деньги идет моя реклама меня узнают как бы меня разрекламировали в чем разница между пиаром и рекламой пиар и реклама в принципе есть разные пиар-агентства некоторые пиар просто сугубо занимаются рекламой то есть вы платите им какое-то там количество денег как у вас бюджет let's say там какие-то большие компании как должен кабана у них 5 миллион доллар баджет и они должны распределить это по разным журналам газетам то есть этим занимается это пиар-агентство которое распределяет и тем же самым они делают разные другие программы как идиториал и так далее и передавиться да да передавиться в газете передавиться просто не знаю русских терминологий так хорошо вы меня спросите вам отвечу я буду вас спрашивать спасибо а есть такие пиар-агентства которые сугубо занимаются общественностью то есть если тебе нужны люди какие-то сделать какие-то тусовки то есть привести как-то celebrities это немножко другая грань пиар но в принципе все они делают одно и то же они рекламируют тебя то есть за рекламу мы платим деньги компаниям а здесь деньги получает так называемый пиар-агент паблицы говоря по-английски и он придумывают какие-то истории придумают какие-то акции с помощью которых о нас начинают говорить да он должен придумывать по идее но пиар агентства с которыми я сталкивалась к сожалению даже самые большие придумывала я какие-то акции какие-то рекламные доме не знаю моменты создавала какой-то fashion show у них была история что должна быть у пиар-агентства история исходя из той истории кто ты есть и что ты хочешь они могут сделать себя более visual видимым и знаменитым заметный человек в обществе богиня пиара анаин келадзе кстати вопрос до того момента пока мы начнем говорить о вас вопрос почему в пиаре всегда должны участвовать какие-то звезды знаменитости но потому что за звездами стоит пресса чтобы подключить нью-йорк таймс нью-йорк пост первый вопрос а кто у вас будет из селебрити то есть ты пытаешься взять селебрити эйлист который сегодня в голливуде которые недосягаемы на самом деле все достигаемые просто но нужно знать правильно как этому идти то есть я не могу вам скажу 10 лет назад я могла себе представить что мне в душе встона общаться или там не имеет с любой звездой матришь и филд с олегом фрича олегом фрича это как-то своеобразно учишься тому но у тебя еще должно быть изнутри то есть ты должен с этим родиться но это раскрыть когда ты это раскрываешь вот получается работа но вот как вы пришли в пиар как и на самом деле не приходила в пиар это вышло так что я пришла в пиар я пришла я балерина профессиональная балерина познакомилась с дизайнером елена ермак начала работать 10 лет работали мы с еленой ермак вот буквально три недели назад я решила начать что-то новое в принципе просто это была моя самая сильная сторона во всем том что я делала я делала все фэшн-шоу устраивала истории придумала общем мне кажется что это просто либо да ну либо нет то есть общение я люблю общаться и люблю рассказывать если мне что-то нравится это должно нравиться всем но вообще народ ведь любит читать истории на океане на пляже в самолете вот что происходит я в городе никогда не подхожу к стендам журналов и газет а вот когда я в аэропорту я знаю боже мой лететь до майами три часа я покупаю журналы я читаю журналы star и так далее да на самом деле ты ориентируешься смотря что ты рекламируешь но так как я была всю пиар жизнь в лакшери то есть в роскоши да то есть мне определенно нужно было определенная публика то есть которая едет либо первым классом летит либо я не знаю там собственными самолетами поэтому может быть для меня это не самое было существенное положить эту рекламу во всех лицей в аэропорту или еще где-то это должно быть в определенном месте если ты ориентируешься на определенную часть публики часть публики то есть тебе нужно выбирать то что тебе нужно не надо делать все потому что делая все ты тратишь свою энергию ни на что надо делать главное исходить из всего вот сесть подумать что может сработать и выбрать но это тоже маркетинг поскольку мы говорим о том что ваша компания кило enterprises занимается пиар акциями с конкретными какими-то клиентами с людьми которым необходим пиар в америке вопрос простой можно ли раскрутить русско говорящего русскоязычного человека в америке что для этого нужно кто может к вам обратиться то есть можно раскрутить любого человека если у него есть история с чего-то начать и эту историю можно развивать бесконечно и придумывать какую-то новую историю дополнять ее и но главное чтобы человек этого хотел и главное чтобы вы знаете раскручивать человек на самом деле очень тяжело потому что человек должен верить в себя если я буду верить в человека человек будет все время говорить ой я это не могу у это не для меня то есть он хочет не пойду я Я с этой девушкой в клуб, чтобы меня папарацци отсняли. Не пойду. Что жена скажет? Ты должен верить в себя. И твой пиар-агент должен верить в тебя, потому что основная работа делается вместе. Когда ты говоришь и задаешь, ты бы смог это сделать, человек думает, да, я могу, да, я могу и я могу. То есть мы идем вместе. Но существует понятие пиара в русской среде? Абсолютно, потому что пиар может существовать в любой среде. То есть я могу сказать, когда я начинала только-только эту работу, я говорила Russian company, все однозначно шарахались. Ну, то, что было. Я не могла понять, почему, когда называешь это слово, люди шарахаются. Ну, потом, когда уже начинаешь понимать все, я прекрасно начала понимать, почему. Но все можно сделать. То есть если ты работаешь добросовестно, выкладываешь то, что ты говоришь, и доносишь это. Ведь американцы как? Привыкли верить. То есть если ты сказал, и ты это сделал один раз, два раза, три раза, у тебя есть определенная репутация на маркете. Четвертый раз это работает на тебя, потому что ты уже свое отработал. Сколько стоит пиар-компания? Что в компанию входит? Ой, вы знаете, пиар-компании разные, стоимости тоже разные. То есть начиная... Сколько богиня пиара Наид Келадзе возьмет за пиар-компанию? Вот и доносишь. Вы знаете, это понятие растяжимое. Сколько нужно будет работы в это вложить, и что, и кого. Понимаете, это все зависит друг от друга. Ну, как таково, пиар-компании есть за 5 тысяч долларов, есть за 10 тысяч, есть за 25 тысяч в месяц и так далее. То есть, ну, не исключено, что за 5 тысяч долларов пиар-компания может всегда нести больше, чем за 25 тысяч. Такое тоже очень часто происходит. Потому что большие компании, как правило, они имеют много клиентов, не успевают. Не успевают делать свою работу, и, в принципе, не всегда... Ну, как бы человек всегда чем-то недоволен. Но в основном большие пиар-компании не дают того, что ты читаешь. Много ли вот в наши дни сегодня русскоязычных бизнесов хотят выйти в американскую Америку? Вы знаете, много, и все об этом дружненько мечтают хором. Но, как правило, ничего никогда не делают для этого. Они только говорят, ой, вот все, мы уходим от русских. А зачем уходить от русских? Надо быть с русскими, но работать с американцами тоже. Ментальность наших людей русскоязычных должна тоже меняться, не оставаться там, где была. То есть, если ты хочешь чего-то с американскими, ты должен быть более открытым и дать им понять, что вот это я делаю, и мне это надо. Не врать, говорить правду. То есть, предлагать этот продукт, может быть, создать историю вокруг, но правильную историю, которую заинтересовало. Потому что очень богатая же русская история. Там можно сделать все, что угодно. Без конца и края. С кем из американских знаменитостей вы, на самом деле, дружите, знакомы? И как вообще работается с известными людьми? Короны на голове, опоздание, просят кофе в постели. Как происходит? С многими в разной сфере. Начиная с актера, заканчивая певцами. Я не знаю. Это несколько имен. Ну, я работала с Рассел Симмонс, я работаю с Патришей Филд, великолепнейший человек, потрясающий стилист, который меня не перестает удивлять своими творениями. В каждом фильме видишь что-то новое. Мы близкие друзья. Просто мне доставляют удовольствия. Не то, что работа, а просто удовольствие. Учишься. Это процесс учения. Смотришь, понимаешь, учишься. И мне кажется, можно учиться всю жизнь. Каждый раз понимаешь, что чего-то ты не знаешь. Я думаю, что американским звездам, им ведь тоже интересно участие принять в какой-то пиар-компании, потому что в пиаре кого-то они, в общем-то, рекламируют и себя. Абсолютно. Но они не будут ходить просто так, куда-то. То есть, если Рассел Симмонс пришел ко мне на ивент, если та же Морган Ферчайлд пришла, или там Голди Хоан, или как назовите? Джоанн Коллинс. То есть, да, которая зашла с таким шаром и сказала, I love it. То есть, это не просто они приходят, потому что им делать нечего. Они приходят, потому что они знают, куда они приходят. Конечно. То есть, каждый раз ты делаешь какую-то историю, которая их должна заинтересовать. То есть, вы и делаете вот это явление человека известно. Вот сказали, Джоанн Коллинс знает, куда она пришла. Вот куда она пришла? К кому она пришла? Вот для того, чтобы актриса, звезда такого уровня, как Джоанн Коллинс, пришла к тебе на события, на вечеринку или на презентацию какую-то. Чашку кофе зашла посмотреть новую коллекцию. То есть, ну, это тоже определенная работа, потому что на чашку кофе не заходит просто так. И, сами понимаете, чашка кофе должна соответствовать тому моменту, что Джоанн Коллинс захотел зайти и это сделать. То есть, там все время... Выпить именно эту чашку кофе. Именно эту, да, именно тут, и именно она знала, где. То есть, все это работа. И вопрос последний. Много ли русскоязычных людей сегодня известны в Нью-Йорке американцам? Немного. Немного. Но могут быть известны. Немного, и опять-таки, из-за того, что они сами закрыты. Они не открыты, понимаете. Даже при тех больших деньгах, которые они кидают и делают какие-то невероятные какие-то проекты, в которых нет будущего, я считаю, что это глупо. Потому что каждый проект должен приносить будущий момент. Бывает такое, когда я делала фэшн-шо, и мне каждый раз сказалось, ой, мне лучше не придумать. Ну что еще придумать, казалось бы, сделала то, даже самой страшно, но всегда что-то дальше идет. Надо быть открытым. Когда ты человек открытый, к тебе тоже открыто относятся. Ну то есть, как я, не знаю, как это объяснить. Наш народ, он скованный, он закрытый. Я бы им посоветовала расслабиться, открыться и дать себе проявить, показать ту изюминку, которую ты хочешь показать. Знаете, как у нас сейчас на экране написан номер вашего телефона, и, наверное, люди думают, да мы сто раз подумаем, мы смущаемся, прежде чем мы наберем эти волшебные 10 цифр. Это дверь в известность в Америке. Аня, спасибо огромное за то, что вы пришли. Спасибо вам, что пригласили. Нет, потому что это интересно. Вы человек, которого я знаю много лет, я знаю, что вы на самом деле можете сделать. Может быть, в студии, когда об этом говоришь, это не так убедительно, потому что я, к сожалению, не могу рядом посадить Расла Симмонса, Джоан Коллинс, Пола Маккартни и других звезд, с которыми вы работаете. Но когда вы начинаете работать, я знаю, что это всегда успех. И вот ваша бывшая работа, бывшая ваша клиентка этому ярко подтверждение. Понимаете? Спасибо, это комплимент, это как-то не надо, улыбнуться, если сказать. Я не знаю, я человек говорю, я стесняюсь. А вот на прощание, на прощание, сделайте гламурную улыбку. Господа, не обратиться к такому пиар-агенту просто грех. Спасибо огромное. И до следующей встречи мы обязательно с вами еще увидимся. Пиар – это современное искусство. Я с вами совершенно согласна, потому что пиар творит чудеса. Это была программа «Персона Грата». А у нас гостила специалист по пиару Анаит Киладзе. Доброго вам вечера.